Всех рада видеть на своем канале. Напомню, что меня зовут Нелли. Сегодня я очень хочу вам рассказать о трех красивейших ароматах с ультрасовременным звучанием. Эти ароматы призваны нравиться всем, не оставят равнодушным точно никого. Ну давайте, далеко не будем уходить. Вот у меня тут котик уснул, помогает мне, очень спокойно себя ведет, потому что перед этим я пыталась записать видео, он то играл, то ломился в дверь, но сейчас все нормально, угомонился. Итак, первая марка это французский нишевый бренд Leso Premartial, первобытные воды. Этот бренд представлен в магазинах Riff Gauche. Основатель бренда Arnaud Poulin, парфюмер, который в свое время сотрудничал с Bayredo, с Amoage. Сделал вот такой собственный бренд в 2015 году. Первый аромат вышел в 2015 году. И вдохновением для названия бренда, вот этот Leso Premartial, послужил роман Джули Верна «20 000 лье под водой», как путешествие в первичных водах, там где начинается жизнь, как возвращение к истокам, для того, чтобы создать вне временную парфюмерию. У меня вот миниатюрка аромата Abstraction Resoni, аргументированная абстракция, 20 мл, по-моему, здесь 20 мл, тут не написано, но мне кажется, что примерно здесь 20. Ну, в принципе, мне вот этого достаточно. На мой взгляд, это вот такой классический ветиверно-фужерный аромат, хотя он, конечно, фруктово-фужерная группа. Это во главе опять Его Величества ветивер, в обрамлении такой цитрусовых, грибфрута, бергамота, переходит в какие-то там тропические фрукты, там в этом аромате есть фиалка. Терпкость аромату, вот звучанию этой композиции придает мускатный орех с табаком. И, собственно, мне кажется, что этот аромат абсолютно призван придавать статусности человеку, особенно мужчинам. Если вот возникает такая ситуация жизненная, где вам необходимо пойти на какую-то важную встречу, и там необходимо увеличить собственную значимость в глаза ваших оппонентов визави или придать статусность, конечно, воспользуйтесь вот этим абстракцион резони ароматом, но при этом, конечно, необходимо безупречно выглядеть, потому что абсолютно аромат такой строгий, сдержанный, при этом очень дорого звучащий, красивый, но только для идеального образа. Обратите внимание, абстракцион резони лизо пармартиаль. Второй аромат, Крайон, это шведский бренд, нишевый, который был создан в период пандемии, в 2020 году. Бренд создавался вот в тот период, когда стремление к путешествиям, изучению мира было необыкновенно велико. И, собственно, они в этот период создали аромат континенталь, о котором я хочу сегодня рассказать. Этот аромат был призван путешествовать, не двигаясь, не выходя из дома. У аромата очень богатный такой дымно-кожаный оттенок. Он открывается свежестью апельсина, смешанным с... Сразу же буду говорить, что апельсины идут из Карибского бассейна. Вот эти апельсины из Карибского бассейна смешаны с европейскими кипарисами и азиатской мятой. Нота мяты меня всегда лично привлекает в парфюмерных композициях. Она же ведь придает не только свежесть, но всегда какую-то необыкновенную пикантность аромату. Она очень разнообразно играет разными оттенками. Вот мята, для меня это вообще всегда сразу же, если я вижу альфактурную пирамиду, в которой есть мята, я сразу же бегу тестить этот аромат. Итак, азиатская мята, азиатский ладан. И вот, грубо говоря, что еще можно сказать еще? Нет, там африканский, кстати, ладан, не азиатский ладан. Африканский ладан, европейские кипарисы, мята и кориандр из Азии, и цитрусы из Карибского бассейна. Я уже сказала, что аромат такой с богатым дымно-терпким звучанием, дымно-кожаным звучанием. Необыкновенная красота. Я с ним познакомилась в 2021 году. Марка тогда была мало где представлена. Я влюбилась с первого занюха. Мне безумно этот аромат понравился. Вот эта категория ароматов, которую можно рекомендовать всем, как мужчинам, так и женщинам. Очень богатое, красивое звучание, суперсовременное, на мой взгляд, не винтажное, но при этом вот такое какое-то совершенно не скандинавское, потому что бренд шведский, но аромат очень такой европейский. Ну, понятно, что Швеция Европа, но аромат даже не столько европеизированный, как вот поэтому он, собственно, и называется Continental, потому что это абсолютно такой аромат, призванный нравиться на любом континенте. Попробуйте, пожалуйста. Сейчас эта марка представлена в Литуале. Сходите, познакомьтесь. Я думаю, вам тоже обязательно это понравится. Вы приобретете себе этот аромат. И третий, последний аромат. Это британская марка Signature Fragrance. Аромат English Patchouli. Сразу же оговорюсь, что этот бренд является очень этичным. Они никогда не тестируют свои продукты на животных. Поэтому я думаю, что для той категории людей, которые там ведут веганский образ жизни, это очень важно. Поэтому смело обратите внимание на Signature Fragrance, на британскую марку. Она, к сожалению, представлена не во всех розничных магазинах, но, безусловно, ее парфлюбители вообще без проблем найдет в любом онлайн-магазине. Ну, не в любом, но в большинстве онлайн-магазинов. И обратите внимание как раз на аромат English Patchouli. Здесь пряная роза в обрамлении янтарной амбры. Это голова аромата. Сердце, опять же, роза, только уже с горьковатыми цитрусами. С такими цитрусовыми... С горьковатыми цитрусами и плюс цветочными нотами. И финальный аккорд, он уже завершается такой теплой пряностью листьев пачули с мягким ладаном и такой деликатной ванилью. Очень красивое, при этом такое насыщенное, богатое звучание. Мне кажется, необыкновенно современный. Очень шлейфовый, очень диффузный, дорого звучащий, красивейший аромат, где не солируют вот эти землистые пачули, а солируют именно розно-пачуливый такой акцент. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на этот аромат. У них мне лично очень нравится оформление, вот дизайн флаконов, такой очень лаконичный флакон. Ну вот именно эта серия. К сожалению, не вспомню сейчас, как она называется, к которой относится вот этот English Pachuli, английский пачули, но такой очень лаконичный дизайн. Конечно, я вам представлю обязательно, вы увидите, как выглядят эти ароматы. Посмотрите, пожалуйста, попробуйте. Может быть, кто-то уже является поклонником и пользователем каких-то из этих ароматов. Напишите, пожалуйста. Я, конечно, буду благодарна вам за лайки и подписки, тот, кто еще смотрит меня без подписки. Ну и до новых встреч!